Так, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, где вы работаете, чем занимаетесь, какая у вас там ученая степень. Меня зовут Ланько Сергей Владимирович, я доцент кафедры геотехники СПБ ГАСУ. Мы занимаемся, соответственно, геотехникой, расчет фундаментов различных. Ну и сейчас вот одно из направлений, пытаемся как-то работать с мерзлотой. Скажите, а как давно вы работаете с мерзлотой? И вот как она связана, мерзлота, с вашей предметной областью, с вашей специальностью и так далее? Ну, начал работать не так давно. Ну, наверное, первые попытки, там, может быть, пару лет назад мы восстановили свою мерзлотную лабораторию на кафедре. У нас есть сейчас климатическая камера, такая достаточно большая, ну и некоторые опыты первые мы уже проводили. Ну, у нас основное направление промышленно-гражданское строительство, основание фундамента, ну и строительство на вечно мерзлых грунтах – это очень актуально для нас. А почему вас именно интересует тематика выполнения прогнозных расчетов, промерзания и расцепления грунтов? Ну, на этом построен вообще принцип обеспечения надежности и безопасности зданий. То есть, у нас 60% территории сложено вечно мерзлыми грунтами в России, и безопасность здания напрямую зависит от состояния грунтов с учетом всех воздействий, и это очень такой самый важный расчет. Ну, скажите, а вот ранее вы занимались подобными расчетами в других каких-то программных средствах для численного моделирования? Нет, делали только ручные расчеты по нашим нормам, по СНИБам, МСП. Скажите, вот сегодня пятый день вашего пятидневного обучения в городе Минске, и вот какое у вас впечатление, что вы можете сказать вообще о программном комплексе Frost 3D Universal? Ну, однозначно программа понравилась, потому что, наверное, она даже единственная программа в России, которая может использоваться и для коммерческих расчетов, и для учебных целей, которая может посчитать именно типовой прогноз. И в том числе с учетом трехмерной постановки, это зачастую очень важно. И вот тоже нравится, что можно моделировать геологические условия по скважинам. Ну, мне кажется, там много есть перспектив к развитию и для решения каких-то различных задач. Ну, нужно, конечно, там посвоиться, посмотреть, но, мне кажется, возможности и большие. Ну, а если там взять какие-то моменты, как пользовательский интерфейс, там, скорость расчета, вот такие моменты, есть какие-то замечания по сравнению, ну, там, или идеи по сравнению с другими программами? Вы же работали с другими программами просто там для моделирования? Да, ну, вот некоторые такие моменты, замечания, может быть, там, какие-то возможности доработки, корректировки у меня есть. Ну, просто основываясь на программном обеспечении, ну, сейчас для строительства, там, для геотехники, провожу аналоги, и, ну, думаю, что это будет полезно. Хорошо. А как у вас впечатление о самом процессе обучения? То есть, все-таки 5 дней, это немало. Да, ну, процесс обучения такой насыщенный. Это и какие-то теоретические вопросы, и математика, ну, и, конечно, обучение в самой программе, то есть, какие-то нюансы. Услышать от самих разработчиков, то есть, которые знают эту программу, это, ну, это, наверное, лучше, чем от простых преподавателей, которые обучились в программе. Хорошо. А вот какие у вас дальнейшие планы на использование программы, ну, в частности, в учебном процессе, возможно, и так далее? Основная сейчас цель, конечно, это внедрить наш учебный процесс. Частично, вот, в этом году, скорее всего, магистранты мои будут рассчитывать свои задачи. Ну, и на следующий год, может быть, через год, это сделать, ну, либо отдельное направление по магистратуре, либо отдельный предмет, непосредственно тоже связанный с междуными грунтами, для магистрантов, ну, там, для специалистов или для наших бакалавров. То есть, там уже нужно будет смотреть. Понятно. Ну, спасибо, что приехали к нам, спасибо, что вывели программу использовать в учебных целях, внедрять ее. Приятно было с вами общаться со специалистами высокого уровня, которые к нам приезжают сюда, на обучение. И вам тоже спасибо, что нас пригласили. И вот сотрудничество такое между вузами и бизнесом, оно, ну, оно нужно, и нужно это продвигать, расширять. То есть, это очень-очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо большое.